Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Лев. 23 июня-23 августа. В этот период проявите заботу о сердце, печени и грудном отделе позвоночника. 23 июля. День Антония. Назван в честь преподобного отца нашего Антония Печорского. Он много странствовал по свету. Больше всего ему понравилось на Афоне. Обходя его монастыри, он удивился жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческой природой, подражая в подвигах бесплотным ангелам. Он долго упражнялся здесь в подобном житии. Потом был отпущен домой в землю русскую. Он перенес подобный опыт в Киев, основав здесь лавру. В народе говорили, что сегодня наступил Антоний Громовержец. Славяне большое значение придавали грому, даже были приметы. В это время начинает свисти картофель, а в водоемах появляется большое количество рязки. Рязку использовали для удобрения. Ею кормили домашнюю птицу. В народе существовало поверье. Там, где находилась рязка, живут русалки. Сегодня старались не ходить к водоемам без особой необходимости, чтобы водяные духи не завлекли человека своими чарами и не утопили. Приметы. Много рязки в реках, озерах год плодородным будет. Если сегодня ночью началась гроза, к хорошей погоде. Если день Антония приходится на пятницу или среду, да еще гремит гром, рыбалка будет успешной. Стручки акации поспели, значит рожь созрела. Готовься к уборке. Артистка шоу «Большая разница» Света Галка. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Доброе здоровье. Света, вы еще служите в театре? Ой, вы знаете, Геннадий Петрович, честно говоря, немножко такая для меня больная тема, потому что репертуарный театр сегодня не позволяет артисту, так сказать, выжить в Москве особенно. Поэтому артисты все больше идут работать на телевидении, в кино и антрепризы. Поэтому я сейчас служу в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем потрясающую комедию, которую сдаем в конце апреля. Я вас обязательно позову. Это будет премьерный спектакль, комедия, режиссер Роберт Манукян. Пьеса замечательная «Три грустных мужа и один веселый», так называется. Вот это действительно очень хорошо. А как вы питаетесь? Я вижу, вы стройная. Должны за собой следить, тем более Елену Малышу, пародируете. Поэтому... Абсолютно с вами согласна. Руки мойте передеду, но помимо... Помимо того, что я пародирую Елену Малышеву и еще очень много различных героев, конечно, приходится следить за питанием. Я думаю, та актриса, которая скажет, что она ест все подряд, думаю, что все-таки она будет лукавить. В репертуарном театре в настоящее время не работаю, зато я работаю в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем замечательный спектакль, скоро его сдаем, я обязательно вас приглашу, но не на премьеру. Потому что на премьеру все еще выходят с глазами какающей кошки. То есть еще такой ужас в глазах. Хорошо, хорошо. Будет где-нибудь спектакль третий, четвертый, пятый, я обязательно позову, когда уже будем более уверены. Спектакль называется очень интересно «Три грустных мужа, один веселый». Наверное, неплохо питаются, нужна целебная кулинария. Ну, в связи, конечно, с репетициями, график питания, в общем, нарушается. Хотя в связи с тем, что у меня есть проблемы с желудком, я все-таки стараюсь приготовить что-то себе дом. А что это за проблемы с желудком? Ну, я думаю, что многие артисты вам скажут, что у них проблемы с желудком из-за нерегулярного питания. Ну, гастрит. То есть как только... Воспаление слизистой оболочки. Только сбои в питании, как только это бутерброды и кофе... Ну, где только сбои в питании влияют на нашу слизистую желудка, оказывается, эмоциональное состояние очень сильно влияет, еще даже более сильнее, нежели питание. Это надо запомнить. Я даже скажу больше, когда я ходила к гастроэнтерологу, он сказал, один из рецептов – это философское отношение к жизни. Сказал, Света, потому что у вас, ну, как бы, видимо, по психофизике вы, может быть, переживаете, да, или что-то там немножко начинает не так реагировать. И знаете, я скажу, что чем сильнее человек, тем он сильнее переживает, и тем он больше вредит своему собственному организму. 21-й лунной сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!